Алексей, одну секундочку, я просто хочу напомнить, что господин Константиновский, я правильно говорю? Или Константиновский? Как правильно ударить? Константиновский. Господин Константиновский, это, может быть, многие знают, а некоторые не слышали. Это тот самый знаменитый бизнесмен, который продал свой Rolls-Royce для того, чтобы финансировать добровольческие батальоны. И сам тоже пошёл на войну. Могу сказать, я неделю назад только вернулся, и знаю, о чём говорят солдаты, и знаю их настроение. Нравятся ли мне условия перемирия? Не нравится. Но я понимаю, что без передышки мы всё равно к этому бы пришли, погибли бы ещё тысячи людей, и нам бы пришлось это делать. Виноватых нужно ли искать? Нужно искать виноватых. Но не тех, кто сегодня заключал вынужденное перемирие, а тех, кто должны были соблюдать закон, когда разворовывалась армия. Это прокуроры, это министры обороны. Они должны были все давно сидеть в яме и рассказывать, где деньги и кто разворовывал армию. Потому что те люди, которые сегодня кричат, если бы они приехали туда и крикнули бы так же, то, наверное, разбежалась бы половина сепаратистов. Да, я не имею в виду Игоря. Это, я считаю, не перемирие, а передышка. Потому что в любой момент, когда опять Путин, это нужная передышка. Потому что БТР, они заводятся, когда нужно выезжать. Так, Вячеслав, я что перебиваю. Ваш ответ, если коротко, на тот вопрос, который уже прозвучал. Ресурс военный, финансовый, материальный, был у армии противостоять тем событиям? То, что сегодня русские не в Киеве, это заслуга только людей, которые стояли там за конца. Не в Киеве, вы сказали? И в Киеве в том числе. А вы допускаете такую возможность, что русские пойдут на Киев? Я допускаю. Они обязательно пойдут? Я допускаю, что может быть все же угодно. Я допускаю, что если бы не стояли там и не бились бы, то были бы... Я, например, на Харкере... Я хочу тоже поякувать, пану, как я его. Я вам щеру дядю.